Стратегия развития Улан-Удэ в условиях цифровизации. Название сложное, но мысль проста. Как с помощью IT-технологий и смелых научных фантазий сделать жизнь в столице Бурятии лучше и интереснее? За идеями решили обратиться к молодым умам. Подключайте ваши головы, нам будет очень интересно узнать в итоге ваше мнение. Основным фактором развития в условиях формирования цифровой экономики является даже неналичие природных ресурсов и производственных мощностей. Сегодня это инициативный и творческий человек. Творческих идей здесь хоть отбавляй, начиная от экологии, заканчивая социальными проектами. Один из них – карта прогулок для людей с ограниченными возможностями. Авторы предлагают разработать специальный сайт, где инвалиду-колясочнику будет виден маршрут, где без проблем можно прогуляться. Другая идея – мобильное приложение для туристов. Просто он его запускает и указывает нужную информацию. Он хочет найти достопримечательности или музеи, или театры. Соответственно, приложение предлагает ему нужные варианты. Пользователь прокладывает маршрут и сам двигается по нему, либо заказывает из круги экскурсовода или гиды. Цифровизация в Улан-Удэ уже делает первые шаги. Электронные школьные дневники для удобства родителей и система «Безопасный город» для улан-удэнцев. В настоящее время у нас установлено 296 видеокамер на общественных территориях. Ну и в принципе, в будущем возможен в целом охват полностью всей территории города. За четыре часа прозвучало 20 смелых идей. Второе место экспертный совет отдал проекту о карте прогулок. Ну а лучшей идеей признали мобильное приложение для туристов. Идеи победителей, а это студенты в СГУТУ, возьмут в разработку. Оксана Тантоева, Сергей Петров, Евгений Павлов. Новости дня.